И снова наша рубрика «Влябался» посвящается тем, кто лучше бы молчал, чем говорил. У нас каждый год наступает раздвоение сознания. Неважно, с каким составом участников. От каких-нибудь австралопитеков до... Здравствуйте, это Вести Недели. Эта болезнь трудная, потому что больные, буйные, а галлюцинация у них сильная. Это уже про радиоактивный пепел. Все эти смешные, на первый взгляд, заявления, на второй взгляд, кажутся куда более серьезными и опасными. И таблеток, чтобы заставить мыслить, иначе не бывает. Мы свободнее в высказываниях и можем обсуждать все без каких-либо ограничений. Дико даже произносить все это. Вызывает только раздражение, и у вас, я надеюсь, тоже. Вот такой ценой достигается информационное освещение. В отличие от Запада, с его тупой политкорректностью. Дальше все пошло по плану, но тут возникла еще одна сила. Ну нельзя людям так говорить. Серьезный дядька. На удивление было много здраво, но и все-таки немало чуши. Государственные СМИ сеют рознь и ненависть. События изобретаются полностью. Формат работает. А куча это уже такая, что даже непонятно, как ее потом разгребать. Чего ты нас пугаешь? Ну мы и так уже пуганы. Одобряю или нет, двойственные чувства. Ой-ой-ой, какие мы вдруг стали нежные. Рассматривая трансляцию с донецкой адаптацией Победобесия, взгляд неожиданно выхватил момент настоящей жизненной драмы. В толпе людей шла блондинка в возрасте. В ее руках был портрет. Да-да, портрет на палке. Но не деда, а Саньки Захарченко. И вдруг подумалось, а может это она? Ну та самая Санина бабушка из Исландии. Моя прабабушка прошла Бухенвальд, посредством Рейкьявик. Легендарная Гретта Захарсдоттер, которая бросила все в родном Рейкьявике и проехала тысячи километров, чтобы увидеть поистине уникальное явление. Ведь согласитесь, это чудо, когда твой внук превращается в деда. Вот правда, Саню в тот день насаживали на палку все коммунили. Такая себе уже ставшая доброй традицией стабильность по-новоросски. К каждому 9 мая дарить молодой недореспублике очередного козырного типа ветеран. Во главе бессмертного полка республики также шли герои ДНР Михаил Толстых и Арсен Павлов. Как говорится, вот где уважение и память к прошлому. Одни за 4 года до Берлина дошли, другой с бабами в ресторане голову потерял. Зато теперь в одном ряду на палке идут. Ну а шо, думаете, легко было в час пик в Донецке до ресторана в центре доехать? Тот еще подвиг, ага. Количество дедов в этих фотографиях на палках занести Захарченко, им представляется логичным. У меня два деда воевало во Второй мировой. И мне это представляется оскорбительным. Но у нас разное отношение к этому дню. Правда, если раньше хотя бы с претендентами оказаться на палке спустя год все было более или менее ясно, то сейчас в номинации «Новый ДИД-2020» полная неопределенность. Ну, разве что Суркова действительно снимут, а новый куратор вместо скучных толстого и тонкого решит поставить своих марианет. В Кремле якобы меняют куратора украинского и донбассского направления. Смену куратора, кстати, активно разносят сами боевики. Мол, царь-батюшка решил оккупированные территории интегрировать с новой метлой. Сурчата лихорадочно пакуют чемоданы. В республиках ожидаются большие чистки. Дождались. Ну, а с учетом того, что некто пасечник у нас, точнее у них, представляет башенку силовиков, стульчик, если и зашатается, то, скорее всего, только под сектором МММ на барабане. Что нам дает МММ? МММ, в первую очередь, дает свободу. Вот, например, на все тех же гуляниях с дедами перед камерами неожиданно вышел из тени серый кардинал Ананченко. Кстати, гражданина в форме НКВДшника, стоящего за спиной Пушилина, вполне можно воспринять как очень прозрачный намер. Ой, даже не пробуйте заикаться о выборе людей, и народовластии, где там Прилепин, Трапезников, Ташкент и прочие, типа, успешные менеджеры Дида Сани. Нету. Вывели за один день без права въезда в Дырляндию. Ой, я могу как-то это немножко... Вот и революционер Чепушилу, если за год не испортится во время ужина-обеда, ждет примерно такая же участь. С другой стороны, таланты нигде не пропадут. Выгонят из Донецка, всегда можно будет на минуту славы пойти. Эй, Россия, родина мать, никому не дадим мы тебя обижать. А чтобы гламурные либерасты сразу на выход не попросили, надо бы, конечно, до эфира популярности в народе набраться. Можно, например, в рэп пойти. Условный эмси-бидон среди шкалаты всегда зайдет. И Ташкента обязательно привлечь с нижним брейком. Ну а мы бы порекомендовали все же на патриотическое творчество подналичь. Тем более, что видный напарник для песен о России уже имеется. Есть у нас великая сила, и имя ее – мать Россия. Для начала вполне могли бы у метро что-то дельное забабахать. Глядишь, и копеечка бы какая-никакая собралась. Но главное все-таки узнаваемость в России. Хотя для этого вовсе не обязательно петь. Кто-то из них может, например, на заднем фоне березы целого или властной рукой срывать с поклонской кокошник. Меня сфоткают, а потом еще появится такой мэм. Натаха при этом явно будет не против. Ну а что, будет такое себе донецко-московское трио «Пупок». В смысле, Пушилин, Поклонская, Казенка. Для людей, официально не живущих шведской семьей, уже просто неприлично столь часто появляться на публике. Что не праздник в Донецке, так трио «Пупок» отжигает. Крым, Донбасс, Россия! Я ж не случайно говорю, няш-мяш Крым наш, няш-мяш Киев наш. Куда мы стремимся, это, конечно же, большая Россия. В Крыму от Топырка на Манеже все те же. Пушила до Казенка. Последний, походу, так нанюхался масло, что прямо на митинге отмочил про глубокую интеграцию. Донецкая Народная Республика сегодня является особенным регионом России. Так говорится, что следующим шагом должна стать глубокая интеграция Донбасса в состав России. И здесь нельзя не отметить, что русский мир за пять лет загнал оккупированные территории в настолько глубокую, ну пусть будет интеграцию, что Саша Грей обзавидуется. Когда-то в советское время была замечательная шутка, поливариантная фотография с полумаком между мужчиной и женщиной. И вот мы под него подставляли заголовки коммунистических газет, и это было ужасно смешно. И вот глубокая интеграция чего-то во что-то, она прекрасно ложится под эту картинку. А вот что в молодых недореспубликах особенно любят, так это легенды из серии «Ужасы нашего городка». Вот, например, тот же Пушила как бы невзначай брякнул, что республики состоялись благодаря Одесской хатыни и бойне в Мариуполе. Одесская трагедия, а потом и массовое убийство 9 мая мирных жителей в Мариуполе стали точкой отсчеток. Людям упорно продолжают вбивать в голову кремлевские методички. Приехали бандеровцы, всех убили и распяли в трусиках. И, естественно, никто уже и не вспомнит, что в том же Мариуполе в толпе были явные провокаторы. Респондент телеканала «Раша Тудей» ранен. И сейчас на прямую связь выходит главный редактор телеканала Маргарита Симонян. Да-да, достаточно нажать «Стоп», и в кадре появляется коктейль молотого. Но это же детский сад на фоне того, что было дальше. Один из типа мирных митингующих достает пистолет и тупо стреляет вслед. У второго, не менее мирного, тоже оружие в кобуре. Добавим сюда и неизвестного, который прямо посреди негодования толпы сбрасывает цинк с патронами. И это же только то, что попало в стрим. А сколько еще таких провокаторов под прикрытием работали в толпе? Об этом можно лишь догадываться. Я помощник депутата, горсовета города Мариуполь. Но самое важное было вот тут. За некоторое время до убийства люди с оружием резко ушли с первой линии вглубь толпы. А потом прозвучал выстрел. Человек умирает мгновенно. И что важно, со стороны, где были украинские солдаты, в это время стояло множество людей. И никто из них даже не шелохнулся. То есть никаких тебе пуль, свистящих над душами. Как говорится, выводы каждый может сделать сам. Именно в таких историях лучше всего видно, как работает маховик пропаганды, разжигая ненависть и заводя толпу. А якобы случайные прохожие старательно отрабатывают прописанный в Кремле сценарий. Батальон Демпропетровский открыл с рябу на поражение. Я виден своими глазами кровь по человеку голову. Вот он, мариупольская хатынь! Эту расправу назвали Одесской хатынью. Да, один сценарий для двух городов. Кремль очень хотел получить весь юго-восток Украины. Но тогда мечты кровавого диктатора так и остались мечтами. Не поверьте, недалек тот час, когда Украина снова станет единой и Донбасс рассветет, сбросив себе кремлевскую плесень.